Так, поиграем в World of Warcraft. Анкераж! Рейдовое подземелье на 40 человек. Предназначено на 60 уровень. Хотите уберечь, с удовольствием помогу вам это. Добычу лучше поднимать шифтом, потому что, а, питомец упал. Эти скрабеи нафиг не нужны. Дежду продадим. Беручный топор упал. Бросим его для коллекции. Можно ездить на маунтах. Все это трэш. Долгое подземелье. Разбиться здесь очень сложно. Маскет нереально. Чтоб убейте трэш, убивайте по возрастанию. Чтоб босса, точнее, маленького, большого, среднего. Сядем на маунт, продадимся одно свободное место осталось. У меня найдется все, что тебе надо. Девянка 60 уровня стоит дорого, поэтому ее лучше распылять. Ха-ха-ха, рад был побольше. Надеюсь, забыл эту сумку, которую мы можем открыть. Ладно, продадим в следующий раз. Так. Людин человек предлагает добраться за ней. Пам, па, па... 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 все это серые вещи это грядная голда это будет наверное самое максимальное количество треша которые можно собрать за один проход побежим 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 очень-очень-очень сейчас берется треша да 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 босс очень большой агро 20 голды набрали благословую бурю и благословую бурю так спайте налево там будет еще один босс с него падает питомец ну для босса нужна магия чтобы морозить босса я не могу Он не мешался, можно его убить. Так, принцесса Хухуран. О, какого купал. 1300 на аукционе. Странновато. Ну ладно. Это принцесса такие деньги покупать не будет. Поэтому нужно просто распыливать вещи. И продадим свои, получим свои законные 25 голды. А ну боссаты защитники. Их можно не спуливать, потому что при том, когда мы спулим босса, они все сбегутся. Мы уже зауешим их. Так, следующие боссы, императоры. ХП у боссов общее. Если они сбегаются, босс соответственно хилится. Как я и говорил, сбегается весь трэш. Блин, вот бывает ошибка, когда поднимаешь без шифта. И теперь придется помучиться, чтобы это еще дело выкинуть. Да-да-да. Зачем это нужно? Уменьшайный шифт прожал. И собрали говно. Получаем добычу со второго босса, так как здесь падает питомец, который стоит порядка 1000 голды. Ну, питомец не упал. Если вы в бою, убивайте трэш, на который на вас сагрос. Так, уже видим Тхуна. Снегласова открылась дверь. Проверяем дальше. Здесь нужен маунт. Красный киражанский танк. Вот. Поэтому можно убивать весь трэш. За это дают ачивку. Великий подвиг. Отключил верх. Так, побежали дальше. Весь трэш теряет, поэтому лучше убивайте его. Далеко пробежаться не получится. Тхуна. Тх茶, хуя Тх sarcasm. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как помню, больше 100 дней продержался данный босс по уру Сейчас умирает с одного удара ДимаTorzok Итак, у всех боссов остался один Долгий-долгий-долгий коридор Хорошо хубист, трэшн Раньше, конечно, строили Громадные-громадные Рейды Друзья отвернутся от вас Сангхун с нами поговорил Друзья отвернутся от вас Босс имеет две фазы На первой фазе мы убиваем, соответственно, балу Босс неактивен к физическому дамагу Даже физическому, к любому Поэтому для того, чтобы убить Нам нужно упасть правильно Дождаться, как босс пригласит себя в мозг Убить две щупальцы Ну и, соответственно, встать На откидывание После этого босс становится активен И мы можем одним ударом его убить Можно выполнить квест Я его уже выполнял Красивый двуручный топор Да, все, не просто Какой-то Офигеть, сколько я хотел этот топор Круто Для коллекции пригодится Темное, безумное лезвие Просто два топора Сегодня упало в коллекцию Ну, почти будет Так, маленький Поглотитель разума Добавляем его, соответственно Питомца В избранное И посадим его в клетку Все, в клетке Доступен для того, чтобы Его можно было продать Вот он, маленький Поглотитель разума Все, соответственно Босс умер Подземелье пройдено Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok